Я верую в то, что есть у Бога или в Бога. И когда Господь избирал в себе следующего лидера, кого Он избрал? Богатого, умного, с нуждами. Он друга своего избрал. Драгоценный, так рад сегодня быть с вами. Атмосфера хорошая здесь, а? Я приехал не один. Я приехал сюда, и приехала моя драгоценная супруга Лариса Максимова. Кто из вас знает Ларису? Кто знает Ларису? Отлично, аминь. Она у меня пасторша, проповедница, человек Божий. И поэтому я хочу дать ей возможность сказать несколько приветственных слов. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Лариса, добро пожаловать. Аминь, аминь, аминь. Ну, поделись несколькими словами. Приветствую вас, дорогой народ Божий, на этом месте. Слава Богу, что у нас такая есть уникальная возможность собираться в таком огромном количестве. Это благословение. В некоторых странах люди не имеют такой возможности. Они терпят гонения за имя Иисуса Христа. Вы блаженны, что вы выделили это время, чтобы приехать и научиться, и заложить фундамент в вашей жизни. Чтобы знать того, кто заплатил за ваши грехи. Того, кто искупил от всякого проклятия, от всякого беззакония. Того, кто возродил нас к новой жизни. И того, кто приготовил для нас свое царство. Воздайте Господу Иисусу Христу всю славу. Халлилуйя, Он достоин. Слово Божье говорит нам, что однажды наступит такой день, когда при последней трубе затрубит ангел. И Господь Иисус, Он вернется на эту землю. И Он второй раз придет уже не умирать за наши грехи. А второй раз Он придет, чтобы взять готовых. Сейчас мы только слышали эту притчу о готовых. Те, которые приготовили свое сердце. Те, которые посвятили свою жизнь Господу. И перед Ним предстанут все народы. Все народы, все племена, все языки предстанут пред Господом. И увидят царя царей Иисуса во всей славе. Во всем величии. Во всей красоте. Слово Божье говорит, что вы народ особенный. Скажи, я особенный. Вы народ особенный, взятый в удел. Бог отделил вас от этого мира, чтобы назвать вас своими сыновьями и дочерями. Чтобы вы утвердились в Нем, стали царственным священством. И правили с Ним на земле. В Его тысячелетнее царство, когда Он придет со святыми. Готов ли ты посвятить Ему свою жизнь? Готов ли ты отдать Ему свое сердце? И пусть эти дни, которые вы проведете здесь, возлюбленные, в этом месте, 30 дней, это время прекрасное. Дорогие, мы когда-то с мужем ездили учиться в Швецию. Мы учились в библейском колледже целый год. И знаете, это благословенное время. Это дало нам фундамент на всю нашу жизнь. Это принесло нам огромное благословение. И на этом месте не упустите ни одной минуты. Пусть ваши сердца будут открыты. Наполняйтесь Духом Божьим. Царство Божье написано, но где находится? Царство Божье началось с того, когда оно пришло в наше сердце. Через рождение свыше, через Иисуса Христа. И Царство Божье установится на этой земле, когда Он своими ногами сюда вступит. Для этого есть период нашей жизни, чтобы приготовиться, чтобы подняться в вере, подняться в силе, подняться в духе, подняться в славе и прославить имя Иисуса. И помни, дорогой человек, что твоя жизнь это свет, это соль, это судьба, которую тебе дает Господь, чтобы ты прославил Его. Ты прославил Иисуса. Пусть Иисус будет возвеличен на этом месте. Пусть Иисус будет возвеличен в ваших домах, в ваших городах, в ваших поселках. Пусть Иисус прославится по всей земле. Воздайте Ему великую славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Молодец, дорогая. Слава Господу! У меня прекрасная жена. Мне повезло. Аллилуйя! Не знаю насчет тебя, но мне точно повезло. В Священном Писании апостол Петр, знаете, он отличается от других апостолов. Апостол Павел написал так много. Он писал, 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 писал. Петр писал мало, потому что историки говорят, что к моменту покаяния он был почти безграмотный, малограмотный. И он не мог особо писать. Он рыбак. Зубы редкие, волоса торчат во все стороны. И он был нормальный матершинник, рыбак, когда мы плохо, он злился. Потом Иисус пришел. И Петр все время лез, то по воде, то еще что-то. И он был такой, но он знал Иисуса. И когда апостол Павел строчит, пишет, пишет, он думает, что же я написал? Пусть сами разбираются. Петр писал очень конкретно и очень четко. И у него два маленьких послания. Два маленьких. Петр. Но это конкретные. Он написал в одном. Вот если так поступать будешь, никогда не приткнешься. Кто из вас притыкается периодически? Я не понял. Вы притыкаетесь, да? Что-нибудь спотыкает, да? А Петр говорит, вот если так поступать будешь, никогдашеньки не приткнешься. И он говорит, я вам напоминал и снова напоминаю. Говорит, даже если вы это знаете, я все равно, все равно, все равно. Буду говорить вам снова и снова. Кто знает, о чем идет речь? Хотя бы примерно, о чем идет речь? Хотя бы в какой стороне Библия это находится, кто знает? Пастор Владимир, работать еще много надо. Я очень рад сегодня быть у тебя и такое благословение, что ты просто человек Божий. Мне он нравится. Знаете, когда с другими встречаешься, куда бы ни приехал, везде говорят, о, Мунтян, Мунтян, Мунтян. Я говорю, слушайте, когда я с ним встречаюсь, он про вас ничего не говорит. Мне однажды один пастор пришел, говорит, там епископы России собрались. Я говорю, и что, и что? И они весь день сидели и общались. И я там тоже, он говорит, был. Я говорю, и что общались? Говорит, весь день, говорит, Максим, тебя осуждали. Он говорит, что делать будем? Что делать? Надо что-то осуждать, что делать. Я говорю, а кого еще осуждали? Я говорю, Сандей или Диайба осуждали? Нет. Мунтян, нет, только тебя. Я встал и говорю, аллилуйя. Радуйся, когда говорят о тебе плохо из-за слова тебя всяческие. Если тебя не ругают, что-то неправильно с вами, друзья мои. Вчера я смотрел НТВ, включил. Мне говорят, срочно, срочно включай. Я по интернету включил. Вас показывали. На всю Россию в программе сегодня. Я посмотрел и решил сам прийти проверить, что вы тут натворили. А еще один плюс один показали. Там по-украински говорили. Я не понял, но понял, что надо идти. Поэтому вы меня извиняйте, я только трошки разговариваю по гарной украинской мове. А кто здесь с Украины? Кто с Украины? Кто не с Украины? Аллилуйя! Слава Господу! Давайте прочитаем. Итак, Петр пишет, 2-ое собрание Петра, 1-ая глава и стих 10. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым звание и избрание. Вот так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо откроется так вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда, 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 никогда не перестану напоминать вам об этом. Хотя вы знаете это и утверждены в настоящей истине. Услышали? Так что же нужно делать, чтобы никогда не притыкаться? Я только что вам прочитал. Надо более, все вместе скажите, и более. Он говорит, два раза. Более это не больнее, а больше. Надо больше. Надо больше. Стараться. Все скажите, стараться. Надо больше и больше и больше. Стараться. Стараться. Не так тебя пляп взбацать. Стараться. Крупный план. Дай вот так. Стараться. Усердствовать. Делать. Вот это следующее слово. Господь, дай мне призвание и избрание. И вот я уже три недели здесь. Аллилуйя. Это не выпрашивается, это делается. Все скажите, делать. Снова. Более и более стараться. Делать. Каким? Твердым. Свое звание и избрание, которое у нас есть в Господе. У многих верующих призвание не твердое. Мягкое. Мягкий стул. Разжиженное. У меня призвание. Я не уверен. Помолитесь, чтобы я... Друг, нужно сделать твердым. Многие люди сомневаются в своем спасении. Я не уверен. Спасен я не спасен. Если ты спасен, сделай свое избрание твердым. Господь меня спас. И на это все скажем? Аминь. Я не уверен. А может, у меня что-нибудь есть? Знаете, есть такая болезнь. Приходят к врачу и говорят, проверьте, может, у меня что-нибудь есть? Есть у вас безумие? Надо сделать твердым звание и избрание. Этим мы должны заниматься. Я утверждаюсь. Кто я? Я к мужику пришел и говорю, ты кто? Он стоялся и говорит, тракторист. Я говорю, кто тебе сказал, что ты тракторист? Жена. К одной женщине я пошел, говорю, а ты кто женщина? Она говорит, думала, думала, говорит, бабушка. Я говорю, ты что, когда ты родилась, мама сказала, и бабушка родилась. Аллилуйя. Какое у меня звание? Я царственное священство, я народ новый, я взят в удел, у меня есть Господь, я знаю, кто я, я знаю, откуда, и я знаю, куда я иду. Я знаю, кто я, я знаю, какой Бог у меня, я знаю Бога, я знаю врага, я знаю, что мне делать. Я утвержден в Господе Иисусе Христе. Это условие для того, чтобы не притыкаться. Как мало сегодня людей, которые не притыкаются. Я задаю себе вопрос, а чем вы занимаетесь? Многие культивируют свои сомнения, они культивируют свои неудачи, они живут своими неудачами. Пастор, я хочу призвание, мне нужно призвание. За мной все время бегают толпы людей, помолись, чтобы у меня было призвание. Вообще интересно, откуда призвание? Призвание. Призвание. Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь воды. Пожалуйста, кто-нибудь. Но Библия говорит, если дашь пророку стакан воды, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Ты кто, мальчик? Я служитель. Имя? Валерий. Постой здесь. А вам что? Жалко было? Не, мне интересно. Я же у вас попросил, почему никто не вышел? Оправдание. Давайте сейчас. Мы подумали, что кто-то другой должен. Кто подумал, что кто-то другой должен дать? Кто подумал, что должны быть ответственны? Где в этой церкви ответственные? Кто еще что подумал? Подумал, а что я дергаться буду? Кто подумал, а что мне дергаться? Здесь парочку девушек дернулось. А потом сел. Ладно, не я. Вы представляете? Огромное... Сколько? Десять тысяч, да, Володя? Сколько здесь? Десять тысяч! Один вылез. Воды мне принес. Зачем ты пришел сюда? Зачем? Воды дать. Зачем? Послужить тебе. Зачем? Почему ты сюда поднялся на сцену? Почему ты поднялся на сцену? Думай, думай, сынок, думай. Не волнуйся. Все хорошо. Зачем? Ты боишься микрофона? Не бойся. Ну подумай, почему ты сюда пришел? Ты попросил. Ты попросил. Ты что, услышал? Да. Сейчас, секундочку. А вы не слышали? Может, кто-то еще не достелился? А, вы все слышали? Блаженные! Те, которые слушают и... У нас 10 9999 слышащих и один. Почему ты так всегда в церквях? Слышат один-два. В принципе, слышат все. Реагирует один-два. Многие люди думают, пусть кто-нибудь другой придет. Боже, благослови этого человека Божьего. Помашь его. Используй его в жизни. Господь, держи его в своих руках. Будь благословен, дорогой. Спасибо тебе. Садись. Сейчас я вам преподал урок. Мы с организаторами договорились, чтобы никто из организаторов не выходил. Я хотел, чтобы кто-то из зала проявил инициативу. Вы знаете, когда мы часто говорим, пусть Господь меня использует, пусть Господь меня призовет. Призыв, это не что-то... Я шел, шел. И что? И потом так... Куст горит. И ангел Божий говорит, Сын мой! Говори! Многие думают, что так призвание должно быть. Хватит бродить по пустыне в поисках кустов! Твое счастье не в кустах! Вылези из кустов! Хватит искать! А какое мое призвание? Реагируй на нужду! Я сказал, реагируй на нужду! Реагируй на нужду! У меня у самого нужны ноги. И мы понимаем. Мы приходим в церковь для того, чтобы восполнить наши, какие? Духовные нужды. Кто здесь нуждается в чем-то? Не надо за всех. Вы здесь в Украине голосовать единогласно любите. Кто нуждается в исцелении? Кто? Боже мой! Здесь как в больнице прямо. Кто нуждается в милости Божьей? Кто нуждается в финансах? Кто нуждается в мудрости? Ну да, если финансов нет, то мудрость тем более. Кто постоянно в чем-то нуждается? Вот ты просто каждый день нуждаешься. Вы зачем сюда пришли? Чтобы получить ответ на свои? Аминь! Слава Господу! Давайте откроем вместе Псалом 22. Псалом 22, пожалуйста. Потрясающий Псалом, духовный. Почитаем вместе. Вы любите Псалом 22? Кто помнит о чем-то? Аминь! Псалом 22, стих 1. Господь! Пастырь мой! И я! В чем? Что ни в чем? Ни в чем что? Не буду нуждаться? А у вас что? Я ничего понять не могу. Вы говорите, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. А вы говорите, у вас куча нужд. Я в конфузии, реально. Я бы бы сказал так, Господь, если, Господь пастырь мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Кто из вас, кто из вас, кто из вас имеет нужды? Парадокс. Я просто не знаю, что делать. Так, хорошо. А если я всегда в чем-нибудь нуждаюсь, тогда не Господь пастырь мой. Он покоит меня, водит меня, подкрепляет. Вау! Священное Писание очень лаконично и однозначно говорит, Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Ты говоришь, я во всем нуждаюсь. Тогда кто твой пастырь? По идее, если Господь мой пастырь, сегодня у меня будет очень христоцентричная проповедь. Если Господь пастырь мой, то как следствие я должен возрастать и не нуждаться. А если я из года в год больше и больше и больше, моя христианская жизнь, такое ощущение, я с тазиком иду. Куда? В церковь? Зачем? Нужды. Помню, однажды, одна женщина подбежала после собрания, там молитва была, и она говорит, куда с нуждами идти? Я говорю, по нужде вот туда. Она говорит, у меня другая нужда. Я говорю, лучше туда идите, все нужды несите. Почему сегодняшняя церковь стала такой интересной? Мне нужны пункты к совершенному процветанию. 32 пункта дайте, пожалуйста. Я 17-й забыл, что там было. Дайте мне 30 шагов к полнейшему исцелению. Дайте мне еще какие-нибудь шаги. И люди носятся по пунктам. Вы знаете, интересно, как ранняя церковь воспринимала Бога и как современная церковь воспринимает Бога. Ко мне пришел один пастор и говорит, мы листовку сделали. Я говорю, что листовку посмотри. И там было, что если вы страдаете от алкоголизма, приходите в нашу церковь. Я говорю, слушай, я не страдаю. Он говорит, если вы страдаете от курева, приходите к нам. Если вы хотите повеситься. Если у вас что-то не в порядке с головой. Если вы отчаялись. Я говорю, слушай, я бы не пришел. Я говорю, ты кого призываешь себе в церковь, да? Так получается, что почему-то мы делаем из отношений с Богом. Мы культивируем современная церковь. И я в том числе. Мы культивируем сервисы Божьи. Бог и это даст, и это, и Бог все даст. Я верю. Вы верите в исцеление, народ Божий? Кто верит в исцеление? Кто верит в силу? В победу? Кто видит прорыв? Сверхъестественные чудеса. А я в Бога верю. Многие вот так делают почему-то. Это же одно и то же. Ну-ка, 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 постойте, давайте. У Бога есть все. И исцеление у Бога есть, и спасение, и благодать, и мощь, и сила, и дух у Бога есть все. И мы часто движимы, чтобы получить от Бога что-нибудь. Но Он хочет, чтобы мы были движимы не тем, что у Него есть, а им лично. Я верую в то, что есть у Бога, или в Бога? Я ищу то, что есть у Бога, или мне нужен Бог? Мне нужно у Бога и это, и это. И люди носятся, и вот это, и вот это. Давай, давай, Господи, давай. И Бог говорит, а может меня, и тебя тоже, и ты тоже здесь тоже. Одна женщина пришла, говорит, я к вам на сеанс, что нужно сделать, чтобы поисцелиться? Ну, я говорю, ей покаяться, она говорит, а это уже все, записала, дальше что еще? Я говорю, с Богом подружиться, это легко, давай дальше что? И я говорю, постойте, все остальное ерунда. Мне нужно срочно, срочно подлечиться. Я говорю, а как насчет того, чтобы жить с Богом? Ну, это само собой. Это самое главное. Кто-нибудь на это скажет, аминь? Жизнь с Богом, это самое главное. Даже если я не получу исцеление, чудо, победы, прорыва. Я, для меня важнее Бог. Он на первом месте, Бог в самом центре. Бог, это Бог, я хочу Его, я жажду Его. Моя душа стремится к Нему. Посмотрите, Псалом 22, последний стих. Он говорит, так благость и милость засопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в Доме Господнем. И я пребуду в Доме Господнем многие дни. В другом Псалме, в 90-й Псалом. Под кровом. С другой Псалом. Только одного просил у Господа, только одного хочу. Где пребывать? Вы представляете, Давид, царь, идет в храм Божий, приходит, поклоняется Господу, славит его там. Представляете эту картину? А кто построил храм? Был ли Давид хоть раз в храме? Давид не был в храме. Потому что его построил сын. Но он храм построил здесь заранее. В Доме Господнем пребуду многие дни. Я только одного прошу. Чего ты просишь, Давидушка? Что ты хочешь? Я хочу пребывать в Доме Твоем. Но ты из колена Иудина, ты не львит. А я хочу в Доме. А что ты там делать будешь? Смотреть. На что смотреть? На красоту. Чего? Лица Твоего, Господи. Сегодня мы строим отношения и молитвы. И мы говорим, дай, дай, Боже, дай. Давай, давай. Давай, давай. Дай, 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 дай. Дай побольше, дай сейчас. Многие придут, помните то место? В тот день и скажут, Господи, Господи, вот и мы пришли. Отворяй ворота. И он скажет им, а вы кто? Ну мы, мы, мы там все требовали, мы все хотели. Давай. А он говорит, ребят, а вас-то я не знаю. Познавать Бога через его дела, подарки или иметь личное отношение? Я одной женщине сказал, дорогая, а ты могла бы помолиться два месяца? Ну ничего, не просить-таки. Она цепенела и говорит, а о чем тогда молиться? Молитва теряет смысл. Я говорю, в смысле? А как насчет того, чтобы говорить с Богом о Боге? Ну у меня же есть нужды. Я говорю, поэтому у тебя и есть нужды. Что ты ходишь со своими нуждами. Пастор, пастор, я уже 30 лет молюсь. Бог еще не исцелил. Я говорю, за скольких людей ты помолилась? А как я буду за других молиться? Я сама больная. Иди молись за других. Через год встречаю. Как? Почти, говорит, исцелилась. Я говорю, какой метод? За других молилась, чтобы они к Господу пришли. Не делай из своей проблемы храм проблемы. Приходите к моей проблеме. Все положите руку на нее. У меня проблемная проблема. Не то, что ваши проблемы. Господь, пастырь мой. Если же у меня постоянные нужды, кто мой пастырь? И я скажу вам ответ. Нужда. Нужда пастырь твой. И ты всегда будешь нуждаться. Нужда припашит тебя и поведет в долину плача. Нужда даст тебе палкой по башке. Прибудешь в доме нужды, по нужде, многие дни. Кто-нибудь аминь скажет или нет на этом месте? Ау! Аллилуйя! Не делай из нужды пастыря. Прийти к Богу. Сегодня пастырь говорил. Прийти к Богу. Что это значит? А это значит очень простая вещь. Общаться с Богом не через призму твоих проблем. А общаться с Богом через Его любовь. Аллилуйя! Когда Бог становится Богом. Тогда все остальное решится. Евреям 11 глава 6 стих. Будьте любезны, откройте. Я хочу, чтобы вы открыли. Там написаны потрясающие слова, которые знают все. Но я хочу, чтобы вы взяли ручку и подчеркнули три вещи, которые там сказаны. А без веры угодить что? Богу угодить невозможно! Ибо надо бы, чтобы всякие приходящие... Кому? Сейчас посмотрите. К Богу или к ответам Божьим? Я иду. Я иду за ответом. Стой, 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 стой. Ты проделал весь этот путь сюда, чтобы прийти не за ответом, а прийти к Богу. Правда? Всякие приходящие к Богу. Но у Бога же есть все. Я хочу туда. Пустите меня. Я прихожу не за тем, что у Бога. Я верую не за тем, что есть у Бога. У Бога есть все. Но я верю. Фокус, давайте сбалансируем. Я верю в Господа Бога. Для меня Бог... Это Бог. Я верую в Бога. Это центр. Это все приходящие к Богу. Надо было, чтобы всякий приходящий к Богу... Что делал? Веровал, что... Что у Него есть. Мы все верим, что у Него все есть, да? Приходящий к Богу верил, что Он есть. Вау! Что Он есть? Ну я знаю, что Бог есть. Ну что, какая проблема? Когда я откидываю, надо ли мне что-то? Да мне вот, что нужно. Но Он хочет, чтобы я приходил не за решением своих проблем, а я приходил к Нему, как к Личности. Он ревнует, Он хочет стать твоим другом. Твоим другом. Я верю, что Он есть. Ну, конечно. Меня всегда этот вопрос. Если бы христиан был Бог, они бы не грешили. Представьте картину. Ты с женой дома ругаешься. Начинаешь. И вдруг Он есть. Иисус появляется. Мир вам. А, милая, принеси Иисусу чайка. Только ты хочешь утащить, как что-нибудь спереть. Руку протянул, и вдруг Иисус приходит. Мир вам. Ты говоришь, аллилуйя. Почему христиане грешат? Одна причина. У них нет Бога. Ну, я переживаю Его помазание. Молодец. Ну, я с нуждой к Нему приперся. Два тазика принес. Молодец. Но Бог не в подарках и не в дарах. Бог имеет дары, но Бог есть Бог. Скажите на это аминь. А без веры Богу угодить невозможно. Ибо надо, чтобы всякий, приходящий к Богу, верил, что Он есть. И дальше. Ищущим что? Ищущим? Бога. Что Он делает? А мы ищем у Бога. Я найду что-нибудь у Бога. Ребята, я нашел. А может быть, Бога найти? Ты хочешь, чтобы я Бог могущественно использовал? Ты хочешь силу Божию видеть, как пастор видит? А? Ты хочешь видеть, как Бог действует через тебя? Аминь. Тогда перестань искать у Бога. Начни искать Бога. Я помню, однажды подцепил откровение такое. И я сказал, все, надо поститься по списку. И я сделал список нужд. Я начал поститься. Промаливать его. Читай. И потом смотрю новости из Украины. Здесь ваши шахтеры бастовали. И журналист говорит, посмотрите, вот эти шахтеры пять дней ничего не ели. Показывают такие зеленые лица. Мы уже пять дней ничего не едим. И Дух Святой говорит, смотри, 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 тебя показывают. Я смотрю, такие зеленолицы и шахтеры. И говорит, у нас есть список. И Дух Святой говорит, смотри, твой список. И показывают камеру. У нас требования к властям. Мы будем здесь голодать до конца. Я когда увидел это, пошел к своему списочку, так порвал. И я вдруг понял, что такое пост, смотря новости. Когда ты требуешь, я выжму. С небес все стрясу, Господь, держись. Поколебаем небо, стрясем. Такое ощущение, что там площадка есть, и ты колонну трясешь. А как насчет того, чтобы сказать, Бог, я прихожу к тебе. Я верую в тебя. Я прихожу к тебе. Я верую в тебя, а не то, что у тебя. Я ищу тебя. И в конце он говорит, и вот таким людям, которых тройной пункт, три пункта в одном стихе, они ищут у Бога. Они верят, что Он есть. И они приходят к Нему. И он говорит, и вот таким Он воздает. Люди, если ты скажешь, что, 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 я ради воздаяния, какие три пункта надо выполнить? Неправильно. Не ради воздаяния. А как насчет гонений? Здесь у вас свобода. А давайте насчет гонений. Вот давайте насчет гонений. А что будет, если вот сейчас зайдут солдаты и скажут, так, к сцене все, кто верует в Господа, на расстрел. Остальные гости вон отсюда. Я еще не допонял, 14 пункт какой там? Когда один такой ультрахаризмат сказал, Харалюя, вы не знаете, как ходить во власти Святого Духа. Связывать дьявола надо. Я говорю, а апостолы, наверное, тоже не знали. Их всех убили. За веру христианскую. А может ли Бог допустить, чтобы тебя за веру в Господа убили? А как тот 12-й пункт? Люди. Я из самой специалистической семьи. У нас гонений было в Советском Союзе так много. Многие из вас даже не знают. Но вы знаете, были случаи, когда они налетали, на собрание залетали. Мою жену КГБшники пасли возле работы. И она отличница, красный диплом. Ее пасли. И там с ней разговоры вербовать пытались. Вам это неизвестно. Бывали случаи, когда, знаете, однажды было молитвенное подпольное собрание. Собрались верующие молятся. И вдруг заходят солдаты. В шапках, в шинелях. Прекратить молитву. Прекратить всем. Они зашли и говорят, значит так, все, кто здесь, случайные, прохожие, вон отсюда. Верующие останутся, мы с ними разбираться будем. Если ты остался бы, ты знаешь, проблем, во. И знаешь, что случилось? Многие братья и сестры встали и ушли. Когда они сказали, значит все вышли закрыть двери. Двери закрыли. Солдаты вышли вперед. Снимают шапки и говорят, мир вам, братья и сестры. Мы здесь служим рядом. Решили с верующими помолиться. А что вы радуетесь? Вы думаете, что вы бы остались? Как тем потом возвращаться в следующее воскресенье? Я верую в Господа. Мое основание, мое убеждение в Бога. Я укореняюсь в Боге. Мне нужен Бог. Мне нужен огонь с неба. Мне нужна сила Божья. Я хочу Его крест. Я хочу пройти за Ним. Да, я знаю, Он воздает. Я видел своими глазами чудеса. Я видел исцеление. Я видел освобождение. Я знаю, что Бог действует. Но все-таки мне от Бога нужен в первую очередь Бог. Я иду общаться с Ним не ради получения. Хотя мне нравится исцеляться. Обновляться. Освобождаться. Мне нравится. Сила Божья. Помазание. Мне нравится. Видеть силу Божью действующую. Но Бог ожидает, что тебе понравится. Он. Я называю людей, которые только ищут от Бога. У Бога что-нибудь ищут. Их веру называют убогенькой верой. Они убогенькой что-то ищут, и ищут. Убогенькие. И есть божественные люди, которые ищут Бога. А когда находят Бога, они получают все. Разве тот, который отдал Сына, не отдаст вам и всего? Скажите на это. Он отдал Сына Своего, Господь. Он отдаст всего. Но мы не приходим за всем. Мы приходим за Ним. На этой картине мы не ищем от Бога. Мы ищем Бога. И найдя Бога, конечно же, будет все остальное. Мы ищем, в первую очередь, центр нашей веры. Нашего убеждения. Это Господь. Я живу в зоне гонений. Я знаю, что такое гонение. Я знаю, как пасторы сидят в тюрьмах. Сейчас один пастор сидит в тюрьме. Ему 65 лет. Он сидит в тюряге. За проповедь. У нас, в Казахстане. В соседних странах сидят. Убивают их. А какой-нибудь там пункт к полному процветанию? Моисей сделал себе палатку. Откройте исход 33 глава. Будьте любезны. Исход 33 глава. Моисей сделал себе палатку. Вне стана. Кто знает, где он сделал ее? Вдали написано. Исход 33 глава. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана. Вдали от стана. И назвал его шатер с кинью собрания. И каждый, каждый ищущий Господа приходил в скинью собрания, находившуюся вне стана. Каждый ищущий, каждый ищущий, каждый ищущий мог приходить. Интересно, если бы вы жили во времена Моисея, что бы вы делали? Вот Моисей, вот стан, город. Вот он вне города поставил себе палатку. И каждый ищущий мог приходить. Дальше это Моисей пишет. Дальше он пишет, Моисей описывает. Смотрите, мне так нравится, как он написывает свою историю. И когда Моисей, Моисей про себя рассказывает, входил к скине, весь народ, что делал, вставал. Тогда спускался, а, и весь народ вставал, и становился каждый у входа, куда? В чей шатер? Каждый вставал возле скини или возле своего шатра? Знаете, он специально подчеркнул. И каждый вставал. Я представляю эту картину. Так, пастор, пастор идет молиться, пастор идет молиться. Все смотрят. Пастор пошел молиться. Аллилуйя. Детки, вставайте, вставайте, вставайте. И все становились возле шатров. Вареники-то, галушки только пожрал. Жил на хвати, там на кухне возиться, иди сюда. И смотрели вслед Моисея. Пошел, 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 пошел. Аллилуйя. У нас пастор такой помазанный. Ни одной молитвы не пропускает. Все у своих шатров. А скини было сделано для всех желающих искать Бога. Но они стояли возле своих палаток. И дальше написано. Я общался. Смотрите, здесь потрясающе. И когда же Моисей входил в скинию собрание, тогда спускался. Столб облачный. И становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. Следующий стих, десятый. И видел весь народ, столб облачный, стоявший у входа в скинию. Все видели? И что делал народ? Вставал. Где вставали? Каждый у входа в свой шатер и поклонялся. Вау! Почему они не все не шли туда, к скинию, не бежали? Моисей вышел, столб опустился, все встали. Слава тебе, Господи! Аллилуйя! И облачный столб опускался. И дальше написано. И говорил Моисей. Потрясающее слово. Говорил Моисей с Богом, лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И возвращался он встан. А служитель его, Ешуа, Иисус, сын Навина, не отлучался от скинии. Я сегодня хочу рассказать вам про одного потрясающего человека. Человек, который не отлучается от скинии. Когда все провожали взглядом Моисея, все смотрели издали и говорили, он такой помазанный, он такой молитвенник, он с Богом общается. Аллилуйя! Хотя каждый мог. И в этот момент парень, пацан, приходил к скинии и стоял возле палатки. Снаружи. Моисей находится внутри скинии. И он зашел и говорит, Господь, раб твой Моисей явился. И этот снаружи подслушивает, через палатку все слышно. И Господь, говори ко мне. Хорошо. Вы знаете, он общался с Богом, пацан подслушивал. И когда Моисей уходил, пацан остается один. Приходит скинию. Господь, раб твой явился. И я представляю, как Господь. Кто это? И ангел говорит, Ешуа, Ешуа. Хороший мальчик. Что ему надо? Общаться с тобой хочет. И Дух Святой. Вау! На следующий день Бог уже ждет. Пацан придет? Нет. И он снова приходит. Моисей ушел, он незаметно пришел. Раб твой пришел. Этот человек искал Господа. С первых строчек он искал Господа. Когда соглядатов отправили, я, я, можно, можно я пойду? Иди. Когда он вернулся, говорит, мы возьмем эту землю. Вы помните эту историю? Он и Халев. Это был особенный парень. И когда Господь избирал себе следующего лидера, кого он избрал? Богатого? Умного? С нуждами? Он друга своего избрал, который прибегал к нему. Скажите на это аминь, а? Аминь. Прийти к Богу в Скинию, именно это мы и делаем. На гору Моисея его поднимаемся. Попомните, когда Моисей на горе общался с Богом. Гром, молния. Он говорит там. И там была линия нарисована вокруг горы. Нельзя было переступать. Все находились в стане. Где находился Ешуа? Он вдоль линии ходил. Ждал, когда Моисей спустится. День, два, три, неделя. Он жил и смотрел все время на гору. Вглядывался. Он пытался нам увидеть, что там происходит. И когда Моисей спускался, огненный лицо светится. Скрижали держит. Идет. Он подходит. Пастор Моисей. Че это у тебя? Скрижали. А че написано? Десять заповедей. А почему не пятнадцать? Десять хватит. А можно понести одну? Держи. Он раз идет. У него чистая душа. Он на позитиве. Спускается ниже. А там, знаете, они тельца сделали. И там оргии устроили. И он говорит, вау. И чистая душа говорит, смотри, нас встречает, радуется. Моисей говорит, нет, это не тот смех. Это не та радость. Он разбивает скрижали. Иисус Навин, когда возглавляет народ Божий. Вы знаете, настолько он по-другому все делал. Он совершенно был другим человеком. Когда они подошли к земле, он говорит, значит так, левиты, идите в речку. Несите ковчег сына Иорона. Зачем? Иди, говорю тебе. Представляете, вы взяли, зашли. Вода остановилась. Иерихону подходит. Надо взять город. Будем брать. Генералы говорят, пастор, как будем брать город? Он говорит, значит так, стратегия такая. Музыканты. Есть? Есть. Выходит, трубачи. Вы пойдете впереди. А на мороженое идут? Нет. Трубки возьмите. Кого брать? Трубы. Генерал стоит. А кто сказал? Он говорит, Бог. А потом кто? Сына Иорона. А они что? Ковчег тащат. А потом все остальные. Все солдаты? Не, не, все. Женщины, дети все. И самое главное, женщины должны молчать. Женщины говорят, в смысле? И смотреть. Куда? На город. Тебе говорят, это так воевать будем? Угу. Они выстрелились. Левиты говорят, ну что, начинать? Начинай. Взяли свои шафары. Ковчег поднимает. Женщины встают, дети встают, все встают, идут и смотрят. Представляете, в Ирихоне движение, все побежали. Что такое? Что такое? Началось атака, атака. Вари смолу, смолу, вари камни готов. Сейчас будем отбиваться от этих. Они не нападают, а кругом идут. И все смотрят. В городе нервное сотрясение. Сейчас начнется. Психическая атака. Раз, все разошлись. Куда все ушли? На следующий день говорят, ну что, мы их напугали, теперь нападаем. Нет, говорит, снова. Встали. Женщины уже, конечно, второй день терпят. Все смотрят. Глазища выпучили, смотрят. Третий день. Четвертый. Пятый. Ходят кругом. С тех пор повелось, что хождение полезно для вашего здоровья. Ходите кругами. Седьмой день. Ну что, мы сегодня нападем? Нет, сегодня семь кругов делаем. Священники. Все смотрят. Город весь все смотрит. А женщины уже сил нет. Уже. Уже пятый круг. Шестой. Вы женщины представляете? Седьмой круг, и вдруг он поворачивает меч свой. И в этот момент все, женщины особенно, женщины приготовились. Три-четыре. А потом мужики. А потом вместе. В этот момент на Ирихоне они заорали. И Дух Святой. Памс. Взяли. Окей. Дальше идут. Подходят к другому городу. Маленький город Гайи. Маленькая деревня такая. У вас есть какая-нибудь маленькая под Киевом? Маленький город такой надменный, гордый. Деревня какая-нибудь. Не знаете какой-нибудь? Ну город какой-нибудь. Борисполь да мне подсказывает. Горды такие. И вот представляете, небольшой городок. И они подходят. Говорят, Иисус с нами, нам всего нужно. Всего нужно. Две тысячи солдат, мы их возьмем. И две тысячи солдат выступают, прибегают. А оттуда братва. Опа-на. Израильские солдаты увидели. Опа, сколько я зарезал. И вот эти гайцы, они погнали. И эти побежали. Народ Божий рванул две тысячи. И они убили, по-моему, 36 человек порубили. А-а-а. Прибегают. Вас убедали. Порубили нас. Там такие морды в воду, наколки, братва. Что бы ты сделал на месте, а? Знаете, что Иисус Навин сделал? Иисус Навин, не позорься, маленький город. Возьмем мы его, у нас полтора миллиона человек. Иисус Навин падает на колени. Рбет одежду. Посыпает прахом голову. Боже! Почему? Генералы тоже все свалились. Почему? Плачет, рыдает. Бога ищет. Бога ищет! И Господь говорит, пастор, у тебя в церкви один человек согрешил. Если бы мне Бог такое сказал, я бы сказал, Господь, ты ошибся. Один не согрешил. Это я. Ну, реально, если бы тебе Господь сказал, что кто-то один здесь согрешил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Насколько у них святость была. Один согрешил. Украл золото. И был такой там, махант такой. Ха-ха-ха-ха. Золотишко семи. Ха-ха-ха. Бог не заметил. И тогда Господь говорит, возьми урим и тумим. Они у них такие камни были. Кто знает, что урим, тумим? Кто не знает? Кто врет? Ха-ха-ха! У священника были два камня, через которые Господь говорил, урим и тумим. Два священных камня. И каким-то образом они не светились, или что-то там происходило, они так волю Божию узнавали. Они пошли по коленам, бам-бам-бам, нашли колено. По родам, бам-бам-бам, по семействам, по семьям. И представляете, 50 тысяч человек стоит возле твоей палатки, Ахан. Ты слышишь шум какой-то? Вылазишь из палатки? Все стоят. Меня знаешь, что поразило? Что бы ты сказал, вот ты, что сказал бы этому подлецу, из-за которого толпа людей погибла, из-за которого 36 мужчин не вернулось домой к женам, дети остались сиротами. Что бы ты ему сказал? Из-за его алчности, жадности, греховности. Я бы не стал разговаривать. Но знаешь, что Иисус Навин сделал? Показывает, какой он... Он стоит, смотрит на него и говорит, сын мой, воздай славу Богу. Прочитайте это в Библии. Я когда прочитал, о чем он говорит. Это и был его стиль жизни. Воздай славу Богу. Воздай славу Богу. Сын мой, воздай Богу славу. А он говорит, не могу. Я грешник. Конечно же, грешник не может воздать славу Богу. Тот не воздал Богу славу. Иисус Навин был человеком, который искал Господа. Самая лучшая речь. Откройте книгу Иисуса Навина. Пожалуйста, драгоценные мои. Книга Иисуса Навина. Его слова, потрясающий герой. Его последние слова. Иисус Навин. И он говорит, его последняя пересмертная речь. Он стоит, сейчас представьте, он стоит перед огромной толпой людей. Он стоит, толпа людей. Вот как в этом зале. Все собрались. Иисус Навин уже старенький дедушка. И он выходит. И казалось бы, ну что ты скажешь сейчас? Что ты скажешь сейчас? Давай, Иисус Навин. И он выходит. И он сильно хочет одного. Чтоб все служили Господу. Он хочет их убедить, заставить их. Он умоляет их, просит. Это его последняя речь. Я думаю, что каждому верующему нужно чуть ли не распечатать. Он обращается к людям. Его последние слова жизни. 24 глава. Книга Иисуса Навина. Последние слова. Обращение к народу. И он говорит, если же. Сейчас представьте, дедушка. Уже трясутся пальчики. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Египетским богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой. Или этим Амареев, в земле которых вы живете. И вот дедушка такой напрягся. Все стоят. Он говорит, выберите, кому служить. Тем или этим богам. Говорит, а я и дом мой. Я представляю, как он здесь разгорячился. Вены пульсируют. Мы будем служить только Господу. Деда пронесло. Вся толпа стоит. И народ отвечал. 16 стих. И сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. И дальше, 19 стих. Иисус Навин сказал народу, не можете служить Господу, ибо Он, Бог, святой ревнитель, не потерпит беззакония вашего. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, Он наведет вам зло и стремит вас. После того, как благотворил и сказал народ Иисусу. Все сказали, нет, мы Господу будем служить. Деда понесло дальше. Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что избрали Господу служить Ему. И все сказали, да, свидетели. И дальше дедушку пошло, отвергните богов чужих, которые у вас. Обратите сердце ваше Господу Богу Израилеву. Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему служить будем, гласа Его слушать. И заключил Иисус с народом, как завет, контракт подписал, наверное, в тот день. И дал ему постановление, закон схемы. И вписал, давайте в эту книгу, законы Божьей, взял еще камень. Положил его там, под дубом, который после, и сказал, вот камень, этот будет свидетелем, поняли вы или нет? И написано, и после этого умер. Посмотрите, к чему он призывает. Интересно, а ты к чему призываешь? Ты за кем-то ходил и кричал, Господу Богу служи. Он у меня нужна. Я не слышал, чтобы Иисус Навин носился с ведром с нуждой. Он к Господу призывал. Его последние слова. Господу служите, Господу служите, Господу служите. Господу Богу вашему служите. Ищите Господа. Мне нужен Бог. Посмотрите, человек, юноша, пацан, заходил в Скинью. Господи, не хочу тебя. И его последние слова. А я и дом мой будем служить Господу. Скажешь ли ты эти слова вместе со мной? Скажи, а я и дом мой буду служить Господу. Еще раз, только громко. Еще раз. Ты готов умереть за Евангелие? Ну, если вначале исцелюсь, а? Мой фокус, мое сердце, Господу Богу. О чем пастор призывает? Надо искать Бога. Большинство людей ищут от Бога. Искать Бога. Не играйте с Богом. После Иисуса Навина приходит поколение судей. И приходит, я уже подхожу медленно к концу, приходит ангел Божий к одной женщине, откройте 13 глава, и говорит, у тебя родится сын, посвяти его Господу. Назарейство. Вы слышали когда-нибудь что-то про назарейство, люди дорогие? Приходит. Кто такие назареи? Подскажите мне. Я в двух словах объясню. Всем дали землю. Когда Иисус Навин захватил. Всем, 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 всем. Дали землю. Всем. А кромясь, левитам ничего не досталось. Даже колену гадову. Кто в колене гадовом живет? Как их назвать? Ну, в Иудином, иудеи, а в гадовом? Даже им досталось. Всем досталось, а левитам не досталось. А левиты, Господу служите. Все при бизнесах, при делах. Работают, зарабатывают деньги, вкалывают. А левиты, Господу Богу служите. Они призывают при храме, что-то делают, организовывают. Все делают, чтобы в храме, была слава Божья. Это избранный удел Божий. И вот смотрите, всем, представь, что ты из колена Иудина. Ты смотришь, а эти левиты ходят, белых одежда, красивые. Объявляют, трубы трубят. Ходят с жертвенником перед Господом, в храме Божьем. А ты не можешь. А ты не можешь. Обыдно. Правда? А ты тяпку в руки и пошел бизнес делать. А хочется. Что делать? Вот если сильно хочется. Вот сильно, сильно, сильно. Хочу Господу служить. Хочу Богу служить. Хочу Господу Богу служить. Что делать? И тогда Господь придумал исключение. Назарейство. Он сказал, если будет у кого ревность по Господу, если кто-то хочет служить Господу, не из левитов, у вас есть шанс стать назареями. И там написано, и мужчинам, и женщинам. В Старом Завете женщинам почти ничего не давалось, но у назарейства сказали, можешь стать назареем? Что такое? Ты можешь взять на себя обед назарейства, или посвятить своего ребенка в назарее, отдать Господу. Помните, Анна своего ребенка отдала, который царей ставил. Вспомните, Иоанн Креститель был посвящен Господом назарейства. И Господу посвящен. Смотрите, назарейство – это твоя форма ревностного служения Господу. Это то, что делал Иисус Навин. Если бы было назарейство, он бы стал назареем сразу же. Он стремился до Бога. Ему хотелось Бога. Он был богоцентричен. И вот Луки 1 главу сейчас откройте, пока здесь сохраните. Когда ангел Божий, меня часто спрашивают, Максим, а ты пьешь или нет? Аллилуйя. Я сейчас читаю, что ангел Божий Гавриил сказал. Это потрясающие слова. Гавриил говорит такие слова. Пришел к его отцу, еще ребенка нету, говорит, у тебя родится Иоанн, будет великим. 15 стих. И будет он велик перед Богом. Я сейчас вам дам три пункта величия Божьего. Будет он велик перед Богом. Первое. Не будет пить вина и секира. Пиши. Не будет бухать. Пишите. Как быть великим перед Богом? Первое. Не бухать. Вы что-то... Как-то кто-то аминь должен или вы что? Аминь. Второе. Напочитаем Библию. Исполнится Духа Святого. Второе. Исполнится Духа Святого. Третье. Приведет многих, вернет сынов Израилевых к Господу. Будет проповедовать Евангелие. Три вещи, что Бог говорит великий. Ты хочешь быть великим в глазах Божьих? Великий в глазах Божьих человек, который, первое, живет трезвым образом в жизни, отвергает грех, не пьет, не курит, не гуляет, не блудит. Это человек Божий. Второе. Он исполняется Духом. Это Божий человек. Третье. Многих приводит ко Христу. Вы что такие тихие? Вы здесь аллилуйя должны кричать? Сейчас, слушайте, в глазах Божьих, в глазах мира, величие другой параметры, другой срез. В глазах Божьих великий, не бухает, ведет Божий трезвый образ жизни. Второе. Ну, кто-нибудь, скажите мне здесь, аллилуйя, да? Что, у вас пузырь дома лежит, что ли? Я не понял. А не упиваться, это сколько? Я не упиваться, я еще на ноге, а? Ангел Божий, если Бог с неба послал ангела и дал инструкцию о величии, как быть великим? Быть трезвым. Второе. Исполняться Духом. Искать Бога, приближаться к Богу. Третье. Многих обращать ко Христу. Это условие. Приходит к женщине ангел и говорит, у тебя родится сын. Красивый ангел заходит, у тебя родится сын. Она обалдевает. Он будет посвящен Господу. Он будет иметь сверхъестественную силу. Вау! Она прибегает к мужу, говорит, представь, мужик приходил красивый. И что сказал? Будет сын. Там в Библии написано, муж сказал, короче, еще придет женщина, ко мне отправь, я поговорю с ним. Ангел снова к ней пришел. У тебя будет сын. Она говорит, извини, дорогой, муж зовет. Поговори с мужем. И ангел заходит к мужу. Муж видит. О! И он говорит, у тебя будет сын. Он будет назареем от Господа. Посвяти его Господу. И вот раздается Самсончик. Красавчик. Рождается. Сверхъестественный. И когда он растет, они говорят, Самсончик, ты назарей для Господа. Я сразу же скажу, что назареем нельзя было делать. Первое, никогда не стричься. Им запрещено было стричься. Второе, пить вино, даже виноградные косточки кушать, даже изюм, кишмыш, виноградный сок, виноград долма-малма, нельзя. Даже листья виноградные трогать нельзя. И третье, кто знает, третье что? Не прикасаться к мертвому. Кто пишет? Что вы смотрите на меня? Пишите. Назарейство из трех пунктов состоит. Первое, вы как будто бы не хотите быть назареем. Не стричься! Второе, это назарейство старого заведения. Не прикасаться к виноградному плоду и ни к чему. Все, что из винограда делается. Любой продукт виноградный. Запрет! Третье, не прикасаться к мертвому. Вы знаете, так назарейство было устроено, если ты прикасался к мертвому, ты должен был остричься на лосо и принести огромный штраф, жертву и начать все сначала. Назарейство. И вот мальчик растет и папа с мамой говорят, сыночек, ты назарей Божий. Всем виноград можно, тебе нельзя. Сыночек, мы тебя стричь не будем. Сыночек, если мы умрем, ты не должен быть рядом с нами, ты должен убежать. Тебе нельзя прикасаться к мертвому. И вот он рос в этой атмосфере. Мы все время говорили, ты назарей. И когда он подрос, он вдруг обнаружил силу. Вау! Он принес вот так мешок картошки. Мама, смотри, а в другой папа. И он говорит, вау! Сила! Аллилуйя! Вау! Все стали остерегаться. И когда мальчик подрос, откройте вот это потрясающее, 14 глава. Пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистинских. Ах, какая женщина! Он в своей церкви ничего не увидел. Все в своей церкви скромницы вот такие ходят. А там такая женщина! Самсон увидел в Фимнафе. Самсон увидел эту женщину. Пришел к своим родителям. Я представляю, у него какой авторитет был. Послушайте, как он разговаривает с ним. Он пришел и не попросил, объявил отцу и матери своей. Сказал, короче, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистинских. Возьмите ее мне в жену! Поняли? Тогда раньше свататься надо было. Отец, мать ему сказали, сынок, пожалуйста, вот в нашем народе у нас столько красивых девчат классных. Что ты там увидел? Не знаю, они другие. Сынок, не надо. И вот Самсон разозлился и сказал, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Родители опустили голову. Сынок, Моисей сказал, не женись на других, не приступай к заповедь Божию. Я хочу, я возьму, я получу, даже хочу. Аллилуйя. И вот они пошли свататься и Самсон идет, уже представляет. И проходят мимо виноградника. Виноградник он увидел. Вау! Виноградник. Вау! Он всю жизнь не ходил. Вот вы идете по улице, и представьте, вот так ветка у соседа висит, и вот так черешня так. У нас в Казахстане там считается, что можно, вот у вас такое есть правило? Если свисает из-за забора, то то, что над дорогой, есть такое правило? Подскажите, я не знаю. Украине есть такое правило, да? То есть ты вовнутрь не можешь, а то, что над этим можно, да? А если вот, скажем, у меня здесь 100 баксов свисает из-за забора? Не, я просто уточнить хотел. Тоже можно? Если не видно, вообще понять ничего не могу. То есть там можно, здесь нельзя, да? Ну, ладно. Вот представьте, Самсон, когда ты идешь по винограднику, ты не можешь пройти мимо, обязательно рука тянется. Вот представь, висят грозди, золотистый виноград. Такие, они прямо какой-то в пыльце. Такие, и ты берешь, насквозь солнышко, оно светится, косточки видно. Ты срываешь, натираешь, он пузатенький, блестящий, надутый, бесплотный соком, и блести, так ты на солнышко смотришь, желтый-желтый, внутри косточки видно. Ты кладешь его на зубы, он сопротивляется, упирается, ты нажимаешь, он упирается, упирается, и в какой-то момент лопается у тебя во рту, разбрызгивая виноградный сок, кислоту, сладость, и ты начинаешь жевать мякоть. Что, слюно выделение началось? Хорошая, значит, проповедь. Послушайте, он подходит к винограднику, сынок, он знает, нельзя туда заходить. У меня четыре сына, и знаете, когда достанет иногда, вы делаете такое? Так, зашел в свою комнату, чтобы оттуда не выходил. Делали когда-нибудь такое? И знаешь, что, вот твой ребенок стоит, мой так стоит, по крайней мере, вот так стоит и смотрит на меня, а потом вот так делает. И смотрит мне в глаза. Я говорю, ты пересекаешь. Он говорит, папа, я не по земле, по воздуху можно. Я говорю, по воздуху тоже нельзя. Он так подошел, говорит, папа, на середине линии или с краю линии? Самсон начинает играться. Он подошел к винограднику и начинает заходить в виноградник. Самсон, не ходи. Ты на заре, не ходи. Сынок, не ходи в клуб. Не ходи в клуб, ты дитё Божье. Не ходи на эти дискотеки, не ходи на этот кабак по ночам. Ну, я буду проповедовать. Ты не будешь нам проповедовать. Ты же это знаешь, доченька. Ну, а что? Все можно, нам нельзя. Не ходи, пожалуйста. Ты для Господа посвящена. Ты дитё Божье. Не ходи туда. Ну, я хочу. Он заходит в виноградник на запрещенную территорию. И там встречает льва. Дьявол всегда в винограднике живет. В твоей запрещенной территории. Я на сайт залез, там такие тётеньки раздетые. Там такое там. Там лев живёт! Он видит льва, виноградники, стоит, хопа, и лев вышел. Дьявол, как какой лев? Ища кого? Он ходит, ища кого полгатить. Вдруг выскакивает лев. И Самсон. А, давай, 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 давай. Опа, опа, давай, давай. И они схватились. И Самсон его порвал. Я сила от Господа. Халилю. Самсон, ты виноградники. Самсон. Я рассказываю вам историю падения. Ну, у меня же сила есть! Ха-ха-ха! Не ходи! Тебе нельзя к трупу прикасаться! Пожалуйста, не прикасайся! А, ладно! Сила есть! Ума не надо! Приходит, труп лежит, лев язык высунул, и там пчёлы у него взрой. Мёд! А тогда мёд, они не умели работать пасекой, и они достали, он достаёт мёд из трупа, раздвигает трупы. Да ты чё, мёд! Круто! Приносит домой мёд, и написано, родителям не сказал. Стыдно было. Он труп трогал. Знаете, он играется всё время. А чё можно, чё нельзя? А-а-а, вот так возле границы. Как много сегодня христиан играются с Богом, возле границы стоят. Они стоят возле границы. Света и тьмы. Потом свадьба, пьянка, он задаёт загадку, и говорит, отгадайте. На 30 пиджаков поспорил. И на его свадьбе друзья говорят, братья говорят своей сестре, жене его, говорит, иди выведай, а то мы проиграли, нам стыдно будет. И она пришла, ну сам сон, ну сам сон, ну скажи, ну скажи, ну скажи, ну скажи, ну скажи, он ей пробалтывается, и первое предательство в своей жизни, он чувствует прямо тут же, она поворачивается, им рассказывает, они ему говорят, гони пиджаки, мы знаем ответ на твою загадку. Он пошёл ловить филистимлян, убивал их, забирал пиджаки, принёс им пиджаки, говорит, хочу к своей жене, а имя говорит, извини, пока ты охотился за пиджаками, мы её подсунули другому. В смысле? Твоему дружке? Как дружке? Твой дружка на свадьбе? Он вошёл к ней в шатёр. Он её муж. Сам сон разозлился. Я ненавижу вас! Схватил каких-то там лисиц, поджёг им хвосты, сжёг все поля. Жители того города обозлились на эту девушку, её отца, и сожгли их тоже. Ужас. В какой-то момент он увидел тысячу филистимлян. Посмотрите, пятнадцатая глава. И нашёл он, пятнадцатый стих, свежую ослинную челюсть. Подчёркнуто. Свежую ослинную челюсть. Труп нашёл. Назарея, не трогай труп, пожалуйста. Он взял её, а-а-а, ослинную челюсть. И, простянув руку свою, взял её и убил тысячу человек. И в шестнадцатый стих, поднял ослинную челюсть и сказал, «Челюстью ослинную толпу, две толпы, челюстью ослинную я убил тысячу!» Сказав это, бросил челюсть. Он Богу показывал, «Что ты делаешь, Самсон?» Но сила же есть! Характера нет. Тебе нужен Бог. Потом он нашёл себе блудницу, посмотрите, нашёл блудницу, следующая глава, вошёл к ней, бухает, пьёт. Четвёртый стих, шестнадцатый главы. Полюбил он одну женщину, Долиды её зовут. И все остальные знают историю Долиды. Все знают историю, как она там с ним игралась. А как, в чём твоя сила? Он говорит, верёвочкой мне привяжи. Она привязала. «Ой, ты мне неправду сказал, косички заплети там». Он издевался над ней. А потом он по пьяни проболтался. Поднимается лысый. Стоит филистимлянин перед ним с ножом, бьёт его в лицо, садится сверху и выкалывает глаза. Остриженный, слабый. Назарей, Назарей, тебе Господь нужен. Самсон думал, что у него есть сила и всё нормально. Тебе нужен Бог. Тебе нужен Бог. В конце своего послания я скажу, мне сон приснился однажды, который изменил мою жизнь. Я видел себя во сне, что я спускаюсь в шахту и рядом со мной стоит высокий человек и потом я понял, что это мой ангел-хранитель. Я спускался в шахту и я, знаете, вот этот лифт идёт туда вниз, вниз идёт, спускается и я с ним стою в шахту и говорю, сейчас мы будем, сейчас мы выпьем из-за тьмы. сейчас мы с тьмой будем выбивать породу, выбивать наружу. Те, которые нас послали сверху, они будут довольны. И он стоит улыбаться, смотрит на меня, а я весь такой возбуждённый. Я иду, уже мы туда, в этот, в шурф, или как называется, в туннель идём, и здесь какая-то лента идёт, и всё, лампочки светятся. И я говорю, ах, давай быстрее, быстрее, нам нужно сражаться, нам нужно многое сделать, нам нужно пробиться, давай! У меня такое стахановское рвение. И он идёт, мы далеко идём, наверное, километр прошли, и он говорит, слушай, надо связь проверить. Я поворачиваюсь к нему, улыбаюсь, говорю, братан, никто не собирается тебе здесь сидеть и ждать, чтобы ты по телефончику говорил. Давай работать! Он смотрит на меня, говорит, ты знаешь, в шахте самая важная связь с верхом. Я говорю, посмотри, видишь электричество? Сила, лента работает. Видишь? Они нам силу посылают. Они нам силу посылают, значит, они с нами. Кислород идёт, лента работает, электричество есть, сила есть, сила, давай! И он мне говорит, надо связь проверить. Там такой советский телефон, такой чёрный, здоровый. Я снимаю трубку, алло, алло, тишина. Он смотрит на меня, я говорю, пошли вперёд, там найдём. Он говорит, пошли назад, искать, где потеряна связь. Я говорю, да сила же есть, ну успокойся ты. Я заставил его идти вперёд, мы идём вперёд, я уже готов схватить отбойный молоток, всё, я готов сражаться со тьмой, выбивать породу из тьмы. И он мне говорит, давай связь проверим. И в этот момент тухнет свет. «Бууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Я проснулся в холодном поту, и я хочу сказать, вы все как в шахте, вы боретесь. Нам нужна сила, кислород, свет, но в первую очередь нам нужна связь. Партнерство Бога и человека Партнерство Бога и человека помогает сегодня менять реальность многих людей. Партнерство – это огромнейшая сила. В партнерстве есть что-то невероятное. Муж и жена – они партнеры. Партнеры в явлении славы Божьей. Вместе муж и жена могут сделать много великого, если они будут поддерживать друг друга. Благословенная жена, благословенный муж, благословенные дети. Партнерство имеет невероятную силу. Бог Отец послал Сына Своего на эту землю, как партнера, который пришел и искупил нас от всякого греха, от проклятия. Партнерство – это невероятная сила. В партнерстве мы можем достичь великих вещей. Телеканал СНЛ нуждается в партнерстве. Почему? Во-первых, мы являемся первым христианским телеканалом, и у нас нет западных хозяев или западных спонсоров. Мы являемся нашими бывшими советско-союзными людьми. Во-вторых, многие люди ждут, что кто-то из Запада будет помогать. Но почему мы не должны помочь самим себе? Ведь это наша земля, ведь это наша родина, ведь это наша территория, ведь Бог нас поселил вместе, дал нам общий язык, дал нам общее видение. И почему бы нам не позаботиться о своей земле? В-третьих, партнерство – это зрелость. Когда мои дети были маленькие, я о них заботился, моя жена о них заботилась, мы их взращивали. Но когда они выросли, они стали нашими партнерами. Сегодня они участвуют в моей жизни, сегодня они поддерживают. Я ожидаю от них партнерства. Драгоценный телеканал СНЛ проповедует уже много лет. И вы знаете, за эти 10 лет, которые мы вещаемся, а мы первый христианский канал на русском и украинском языке, мы ожидаем от наших зрителей участия. Конечно же, мы понимаем, что вы потребляете помазание слова, проповеди, и мы делаем все, чтобы ваша жизнь менялась. Но знаете, пришло время, чтобы вам повернуться и сказать, я хочу поддержать то, откуда я питаюсь духовно. Телеканал СНЛ – это духовная пища на каждый день. Я прошу вас, пожалуйста, поддержите нашу работу. Примите активное участие в созидании телеканала СНЛ. Вместе мы можем очень многое сделать. Вместе мы можем принести изменения на эту землю. Вместе мы можем проповедовать Евангелие тем людям, которые еще не знают. Если вы утвердились, если вы уже во Христе, если вы укрепились, если вы зрелый человек, давайте вместе делать что-то великое. Я благодарю вас за ваше участие. Я хочу сказать спасибо тем, которые уже поддерживают христианское телевидение. Давайте вместе изменим этот мир. Давайте проповедовать Евангелие Иисуса Христа до краев земли. И нам не будет никакого ограничения. И мы с собой на небеса заберем миллионы людей. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за ваше решение и желание поддерживать христианский телеканал СНЛ. Вместе мы сила. И от себя лично я хочу сказать спасибо всем моим друзьям и партнерам. Спасибо за ваше доверие. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Я сделаю все, чтобы Евангелие проповедовалось для наших людей на русском и украинском языках. Пусть Бог благословит вас. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.